Ситуацию на фронте обсудим с военным экспертом и офицером армии и обороны Израиля Игаль Левин сейчас присоединяется к нашему эфиру. Игаль, здравствуйте. Здравствуйте. Да, приветствую. Игаль, ну вот мы знаем, что все эти перехваты, они станут и будут доказательством в международных судах, об этом говорили и представители главного управления разведки, будут судить военных преступников. Военные преступления, как мы знаем, не имеют срока давности, пусть пройдет хоть 20 лет, но, возможно, самый лучший суд для таких нелюдей – это все же смерть на фронте. Смотрите, тут просто нужно такую вещь понимать очень четко, что никто в мире не будет карать военных преступников российских, кроме самихкраинцев. То есть, если есть интерес найти всех, кто, ну, как упомянутый был в перехватах Лиман и не только Буча, вообще Харьковская, Херсонская область, все генералы, полковники, кто посылали, расквартировали части, отдавали приказы и так далее, и всех наказывать, то это только интерес Украины, прямой. Не нужно ожидать, что после того, как завершится война, какие-то международные станции, институты и так далее, вот они займутся наказаниями военных преступников. Если этого понимания нет, то, как и с Гиркиным, который спокойно топчет, чем ли он в России, ходит, живет, дышит, хотя доподлинно известно о всех военных преступлениях его, еще с 2014 года, то будет все то же самое, просто будут жить и здравствовать. Да, однозначно, и за вооруженными силами Украины, как говорится, не заржавеет, они уже, по сути, делают работу по уничтожению этих военных преступников. Давайте с вами послушаем еще один, самый свежий перехват от главного управления разведки Украины о том, что же произошло в Макеевке. Вот оккупантам уже стало известно о количестве пропавших. Короче, звонил Серегу, Аленкин. Он лично, короче, перевозил тела вот этих из Макеевки и из второго, где госпиталь, короче. Говорит, 610 в Макеевке погибших. 12 Камазов, говорит, я выявил. Я тебе сказал, это мне 63. А почему тогда, блядь, власти-то это все замалчивают? Да потому что, блядь, чтобы бунт не подняли, нахуй. Серега, ну, Аленка, говорит, Серега сидит, говорит, он просто за голову схватился, говорит, ему и плохо, блядь. Он не знает, что делать, он сидит, плачет, а у него там друг еще погиб в госпитале, когда госпиталь бомбанули. Все, хорошо об этом, блядь. Я тебе звоню, чтобы, блядь, наоборот, нахуй разведеться. Это новости, блядь. А так, ну, что он, дожираем салаты, блядь, спадали все. Я же не спал в выступление Путина. Самое уебечное выступление, которое я видела. Да, блядь. Этот, как, у Оксанки сына, помнишь, ты говорила, в госпиталь положили с контузией, с переломом глазницы-то? Этот придурок, блядь, в Новый год решил глоточек пива сделать. Его какой-то командир, ой, капитан какой-то спалил. Че ты думаешь, его невылеченного, с тяжелой контузией, с переломанной глазницей, блядь, отправили обратно на позиции, говорят, мне, блядь, нарушение режима, блядь. А, ну, что, декорал, что-то все закончится, а? Игаль. Игаль, ну вот стала известна им правда, 610 погибших в Макеевке, 12 КАМАЗов они вывезли, и они себе сейчас еще почему-то задают вопрос, почему власти все умалчивают. Вот скажите, можно ли как-то этим людям объяснить, почему все это происходит, или это бесполезно? Ну, слушайте, я им не папа, как бы это объяснять, или давать советы, как им это объяснять. У нас в январе ожидается вторая волна мобилизации. По разным оценкам, говорят, что там будет, попытаются призвать сотни тысяч, до полмиллиона, до 500 тысяч. Наверняка-то не за один месяц, конечно же, это в течение месяцев, то есть в течение, возможно, всего этого года, который наступил. Посмотрим, как это будет развиваться. Смотрите, сегодня ГУР сообщили, что они начинают закрывать границы для выезда. Попутно у нас есть информация, сообщение, что, возможно, Путин захочет так называемое СВО перевести в формат войны, объявить военное положение и так далее. Посмотрим, как теперь, да, в России граждане как-то не на это реагируют. Сколько на этот раз сотен тысяч им получится мобилизовать? Я сейчас не говорю организовать, только мобилизовать, то есть вообще собрать людей. И если у них получится действительно собрать эти сотни тысяч, уже вторая волна мобилизации, и мы не увидим никаких возмущений, актов неповиновения, вооруженных нападений, актов саботажа, именно массовых. Я имею в виду, нет каких-то подпольных структур. Мы знаем, что в России сейчас пожары есть, подрывы, рельсовая война. Я имею в виду именно со стороны самого народа, то есть со стороны тех, кого мобилизуют, своих граждан. Даже не потому, что они там не какой-то эстетический компас или потому, что они решили не быть захватчиками и так далее. А именно такой шкурный интерес. Понимают, что их посылают на убой. То есть понимают, что их ждет одна сплошная макеевка. Макеевка за макеевкой. Если мы этого не увидим, то да, у меня плохие новости. Видимо, они на полном серьезе покорно решили повиноваться у нас властям российским. И понимая, что Кремль ведет эскалацию этой войны поэтапно, уровень за уровнем, они готовы подписаться под этой эскалацией, подписаться под всеми этими авантюрами и всеми этими их планами. Игаль, скажите, пожалуйста, а что будет, если произойдет эта смена его так называемой спецоперации на тот формат войны, о котором вы говорите? Как это отразится? Смотрите, они превращают государство фактически в огромную гигантскую Северную Корею. То есть у нас будет военный режим, у нас будут закрытые границы. У нас все будет подчинено войне. То есть они и так подчинят все войне, но теперь это будет уже открыто официально. Плюс это будет говорить о том, что война действительно надолго. Даже если на фронте будут какие-то у нас ситуации, незаморозки, потому что заморозка это неподходящий термин. Допустим, когда у нас будет ситуация, когда фронт не двигается. Это говорит о том, что Кремль не будет идти на какие-то уступки, он не будет как-то пытаться отменить, закончить. То есть для них вечная война, то есть год за годом, нищенский, кровавая, это предпочтительно, чем очевидное поражение. Потому что сейчас мы видим, что шансов у них никаких нет. На полном серьезе они готовятся защищать и Мариуполь, и Крым захваченный и так далее. Понимая, что они никак не могут закончить эту войну победой, выбирая между поражением и вечно затянутой войной, они, конечно же, выберут вечно затянутую войну. Давайте с вами еще обсудим, мы уже когда-то обсуждали слова замгенерального секретаря НАТО Мирча Джоанна. Он еще осенью говорил, что зимой не ожидают масштабных операций вооруженных сил Украины, я так понимаю, в целом на фронте. Вот уже скоро, по сути, через 4 дня экватор этой зимы. Что вы скажете об интенсивности боев по всей линии большой этой фронта? Смотрите, у нас экватор этой зимы, но у нас же не конец этой зимы. Плюс я напомню, что март часто бывает аномально холодным, практически подлофение зимы. Прошлый март был у нас, по тем же Харькова, минус 20 температура. Как быть, не весенняя температура, мягко говоря. Вот. Смотрите, сейчас у нас идет активная оборона. Украина удерживает территории, включая те территории, на которые она смогла отвоевать. Украина уже смогла освободить 40% территорий, которые были захвачены Россией. Вот. Сейчас мы ожидаем поставки новых видов вооружений. Озвучены у нас и Мардеры, и Брэдли, и МИКС, бронированные машины. Плюс, ну, опять же, я напомню, всегда это говорил, и еще раз повторю, то, что озвучивается всегда вершина айсберга. Мы постоянно видим только канадские, финские машины, которые не были озвучены. Другие виды вооружений, которые поступают. Плюс нужно понимать, что это начальные партии, потом будет больше этих машин. То есть речь будет идти о сотнях. Плюс сейчас на полном серьезе обсуждаются танки. Я напомню, 20-го числа будет Рамштайн. И как раз будет вопрос о танках подниматься. И я почти уверен, что он так или иначе будет одобрен. То есть вопрос о танках, он это вопрос времени. И вот мы видим, что это активная оборона сейчас. Украина выигрывает время для того, чтобы нарастить свои силы. Нужно понимать, вот, зрителям, что фронт удерживает не все. То есть это тяжелое вооружение для наступательных действий, да? Для наступательных действий. 200 действий нужно понимать, ну, зрителям, что фронт удерживают не все ВСУ. У Украины есть подразделения, есть части, есть целые бригады, которые не участвуют в боевых действиях, которые копят силы. В том числе западное оружие, которое поступает, проходит слаживание и подготовку. Для того, чтобы продолжить контрнаступление и отвоевать территории. И вернуться на границу неожиданного года. Игаль, давайте еще обсудим с вами заявления, которые появились вчера в CNN. Они сообщили со ссылкой на официальные лица в США и Украине, что интенсивность артиллерийского огня России резко сократилась. Местами на 75%. Приводят несколько причин. Это нормирование артиллерийских снарядов из-за низкого уровня поставок вследствие дефицита боеприпасов. А также пишут, что такая причина. Более широкая переоценка тактики после успешных украинских наступательных действий осенью прошлого года. Как вы считаете, с чем может быть связано это уменьшение интенсивности? Есть ли оно? Нет, она связана с тем, что с лета Украина реализует свое преимущество в качестве оружия. Конечно, ракеты «Земелорез» для «Хаймарсов», уничтожая их склады. Уничтожив их логистические центры склады, отодвинуты были эти самые центры на более 100 километров от границы. Теперь, этому показаться немного, что только 100 километров, но у России вся логистика заточена на железнодорожные составы. То есть вы подвозите максимально близко к фронту боеприпасы и складируете их в одном большом складе. Теперь, если у вас расстояние больше 100 километров от фронта находятся эти склады с боеприпасами, то вам нужно их возить чем? Грузовиками. Во всем мире логистика построена так, что у вас специальные погрузчики, у вас есть палеты этих снарядов, у вас есть специальные службы, плюс есть воздушная возможность перебрасывать большие массы, даже войск. В США, например, есть грузовые большие вертолеты, там чинуки не только, конвертопланы, которые выполняют логистические операции и цели. Плюс, кстати, флот тоже по морю. В то время как у России это только железнодорожные возможности. И у них нет невоздушных, у них нет грузовых вертолетов, которые могут это выполнять, у них нет никаких танковозов, например, каких-нибудь, которые могут танки перебрасывать. То есть у них танк, когда загружается с железнодорожного состава, он двигается дальше своим ходом. Что как бы это нонсенс и бред. Любой нормальной армии танковозы доставляют их точки развертывания. И получается у них такая ситуация, что они могут питать фронт фактически по капле. Сейчас действительно они сконцентрировались все свои усилия, например, на солидарском направлении. Те немногие артиллерийские и так далее возможности, которые есть. При этом обратите внимание, в то время как в солидаре они давят и штурмуют, у нас в основном все хроники, в основном затишья. И количество действительно стрелов понизилось. А как вы прокомментируете вот эти сейчас пугалки? Вот Минобороны России, они заявляют, что в 2023-м у них улучшится вооружение. Говорили, что появятся и 12 кораблей, и 4 подводные лодки, и какие-то ракеты у них, те же кинжалы, сарматы, цирконы. Все у них вдруг совершенствуется прямо в 2023-м году. Вчера об этом говорил Шойгу. Откуда все возьмется? Не, ну пусть продолжают говорить. Мы знаем, что они любят браваду и любят рисовать мультики у себя. Я бы не смотрел серьезно и не обращал внимания на полном серьезе, на такие заявления. Ну то есть это элемент некой информационной войны? Не некой, это информационная война, конечно же. Министерство обороны показывает, что у них все хорошо, что никакие там ни санкции, ни экономические какие-то давления никак не повлияло. Ну это более чем очевидно. Но тут просто есть такой момент важный нужно добавить. Они действительно могут те вооружения, которые, скажем, были на начало полномасштабного вторжения, там подготовленные на 90%, ну 80%, допилить, доделать, выпустить. То есть выпустят тут 5 самолетов новых, тут что-нибудь выпустят. Но это не поменяет никак картинки общие на поле боя. То есть это в основном штучные. Ну в том числе и корабли. Но выпустить это не, спустить не на воду какие-нибудь корабли, которые достраивались в том же где-нибудь, ну там Тихом океане, например. Это никак не повлияет, опять же, на возможности их группировки сейчас на юге и востоке Украины. Игаль, спасибо вам большое за ясные, как всегда, ответы, за вашу профессиональную оценку того, что происходит на фронте. Игаль Левин, военный эксперт и офицер армии обороны Израиля, был с нами в эфире «Фридом».